Пилигрим Сегодня мы отправляемся в пустыню Наше путешествие по христианскому Египту сегодня продолжится в пустыне Именно в пустыне первые египетские монахи-пустынники прожили настоящую жизнь Там состоялся их духовный рост и встреча с Богом Это Нитрийская пустыня, или как ее называют арабы, Вади-натрун Когда-то она действительно была жаркой песчаной территорией Но здесь встречаются щелочные озера Когда на несколько месяцев в году они пересыхают То египтяне добывают со дна озер карбонат натрия А проще говоря, кальцинированную соду В наши дни эту пустыню вполне успешно научились орошать И теперь египтяне разбили здесь множество садов Ту часть пустыни Вади-натрун, в которой было основано несколько монашеских обителей В древние времена называли Скит Намного позже другие иноческие пустынные обители В которых монахи подвязались в строгом уединении и безмолвии Стали также называться Скитами В Нитрийскую пустыню мы отправились вместе с уже известным нашим зрителем Иеромонахом Стефаном Сотрудником отдела внешних церковных связей Московского Патриархата До монастыря Эль-Барамус, куда мы направляемся Из Каира езды примерно два часа на машине По соображениям безопасности нас сопровождает сотрудник Египетской службы госпезопасности Времена сейчас неспокойные Итак, дорогие друзья, спустя два часа мы приехали в монастырь Эль-Барамус, или как его еще называют, монастырь Римлян Это первый монастырь, который был основан Макарием Великим Монастырь Эль-Барамус – один из самых известных в Нитрийской пустыне Предание рассказывает, что он был основан на том самом месте, где в середине IV века поселился святой преподобный Макарий Великий Другое название этой обители – монастырь Римлян Отец Стефан, ну вот Я много видел монастырей Но вот этот монастырь, он не похож на наши русские православные монастыри Вот в чем разница? Янис, он может быть не похож по своему внешнему виду, но по внутреннему устройству и по основам духовной жизни Которые соблюдаются здесь на протяжении уже 1700 лет, да, приблизительно Он очень похож на наши монастыри и на то монашество, которое в нашей церкви очень бережно тоже хранится и развивается Мы просто с вами находимся у стен самого первого монастыря христианского, основанного святым Макарием Великим Это произошло около 335 года Этот монастырь находится в Нитрийской пустыне, которая, я думаю, известна очень многим Тем, кто хоть что-то читал об истории монашества, тем, кто читал древние потеряки, жития отцов, основателей монашества Одними из первых насельников этого монастыря и учеников Макария Великого были два римлянина Это были сыновья императора Валентиниана, их звали Максим и Домицы И вот они здесь подвязались под началом Макария Великого Ну и как-то вот по их имени в простонародье именуется этот монастырь Но здесь, конечно, немаловажный факт мы должны отметить Здесь подвязался такой великий, великий, известный святой на Руси, как Моисей Мурин Черный который, да? Моисей Черный, да Здесь находятся его святые мощи, к которым мы с вами приложимся А еще мощи здесь находятся? Пафнути Великий Пафнути Великий, да? Пафнути Великий и другие подвижники, которые, может быть, менее известны, но имена которых мы найдем в потеряке египетском Если монастырь был основан в первой половине IV века, то эта стена, вот конкретно эта стена, конечно, была сооружена позднее Ну, спустя несколько веков Достаточно высокая сравнительно, с небольшим входом в монастырь, который легко было запечатать А построили эту стену, почему не в IV веке, а чуть позже Тогда, когда возникла необходимость уже защиты монастыря от нашествия кочевников, которые, конечно, жили вокруг Она прям по периметру, это сила всего монастыря? Да, она опоясывает монастырь, но это небольшой монастырь, это первый, самый старый монастырь В египетских христианских монастырях можно встретить необычное изображение Копского креста Этот крест – настоящий символ коптов Одна из особенностей Копского креста – размноженные концы пересеченных линий Три излученные конца обозначают Святую Тройцу – Отца, Сына и Святого Духа А все концы вместе символизируют 12 апостолов Ну вот, Янис, возникал у нас с вами вопрос по поводу копских крестов, которых мы видели уже много, разных И действительно, в копской церкви такая традиция изображения креста, она очень развита Было много типов крестов И вот мы с вами стоим у такого изображения креста самого позднего типа Оно появилось в 20 веке и именно в этом монастыре римлян Один насельник этого монастыря придумал вот именно такой крест Он попытался соединить очень многие традиционные элементы в одной такой композиции, в одном изображении Самый главный элемент этого креста – это буква йота, первая буква имени Иисус И мы увидим, что в огромном количестве эта буква йота вписана в этот крест Мы можем очень много этих йот найти самых разных-разных То есть это все соединительные? Это все йоты, не только соединительные Здесь практически все сплетено из этих йот Почему это так важно? Я вам сказал, что плетение крестов было связано с монашеским делами Точно так же, как и повторение Иисусовой молитвы Она появилась тоже здесь, в египетских монастырях Потому что она, конечно, неразрывно связана с самим появлением монашества, с его становлением И по уставам, которые сформировал Макарий Великий в том числе Конечно, по тем правилам, которые передал Антоний Как совершать монашеское дело, не другие отцы-пустынники Египта Принципы основные мы можем, если упростим, свести к следующим положениям Монах должен определенную часть дня посвящать молитве соборной Вместе с другой братьей Какую-то часть после этой молитвы занимает трапеза Кушение пищи, краткий отдых Затем работы совместные в монастыре И затем обязательно, по древним уставам Примерно треть суток отводится монаху для его делания в келье Которая включает в себя чтение собственного правила И вот это вот самое занятие рукоделия Янис, мы видим на примере устройства этого монастыря В такой миниатюре своеобразной Как вообще, в принципе, устраивались древние египетские обители Посмотрите, посреди пустыни стена, храм, кельи Часть из них пещерные кельи, часть из них уже, конечно, сейчас оборудованы И вот такие небольшие оазисы, которые очень бережно, трудолюбиво возделываются монахами Украшаются, конечно, это не просто в пустыне делать А есть прям такие кельи, которые вообще отдаленно находятся? Безусловно Вот очень важный момент, вы его сейчас затронули Устав Макария Великого, он называется общежительно-особножительным Есть два типа монашества Вот мы монастыри, когда посещаем у нас в России Мы видим, что монахи живут вместе за стеной, как и здесь, собственно И мы знаем, что есть монахи-отшельники Так вот, первое монашество, которое возникло здесь в Египте Оно было, конечно, отшельническое И вот в чем заслуга Макария? В чем его историческая такая роль? Помимо того, что он был великим подвижником, великим угодником Божиим Он создал такой устав, когда отшельники, подвижники, живущие в кельях, живущие в пещерах Могли иметь какую-то возможность и для совместной молитвы и общения То есть, пять дней они молились в своих келях, в своих пещерах, в пустыне А на субботу и воскресенье собирались сюда, в монастырь, в храм Для того, чтобы отслужить литургию, причаститься, вместе потрапезничать Мы знаем, что трапеза – это продолжение литургии Духовно пообщаться, друг друга поучиться и разойтись вновь для молитвы Но устав Макария заключался и в том, что какая-то часть этой братьи Она стала жить постоянно в монастыре Устав Макария Великого и монастыри Нитрийской пустыни Все, которые мы посетим, они отличаются именно тем, что до сих пор С момента их возникновения здесь соблюдается вот такой смешанный устав До сих пор существуют анахареты, подвижники, отшельники и те монахи, которые живут в монастыре И это все единый монастырский организм Янис, мы прошли с вами дальше вглубь монастыря И вот посмотрите, какое необычное сооружение мы видим А нечто подобное нам встретится в каждом египетском монастыре древнем Такая башня Я просто дух захватываю Такая крепость внутри монастырской стены Такое некое сооружение, напоминающее башню Или такое большое здание На самом деле это и есть защитная башня, защитная крепость Которая сооружалась монахами для того случая Что если вдруг стена будет разрушена нападающими И они проникнут внутрь монастыря Монахи могут перейти в этот бастион В котором есть все необходимое Для того, чтобы они могли какое-то время существовать И храм, и запасы пищи И места для сна И так далее, и так далее И запасы воды Вот в каждом древнем монастыре такая крепость И мы увидим сейчас с вами, как она Устроена снаружи И путь к ней лежит через перекидной мост По которому монахи перебираются И потом его отбрасывают И уже никто не может проникнуть Но действительно Теми средствами, которые были у кочевников У варваров, обидавших в пустыне Такую крепость одолеть было уже сложно А сколько именно в этом монастыре сейчас, не знаете, монахов живет? Ну вот в Нитрийской пустыне 4 древних монастыря В каждом из них не менее 100 насельников В отдельных монастырях до 200 Здесь такое среднее число Я, например, даже не могу себе представить Что я бы, например, смог бы неделю прожить здесь как монах Вот вообще в отсутствии всех других монахов Даже, наверное, еще больше и жестче себе условия сделать Чтобы вообще никого не видеть, никого не слышать Только там молитва, поесть, попить Не знаю, и потрудиться Хороший был бы, кстати говоря, такой эксперимент А вот тот самый подвесной мост Вот он, да? Да, но это уже новая, скажем так, реконструкция Но по типу это примерно так и выглядело То есть, получается, он соединяет что это? Он соединяет остальные постройки монастыря с вот этим бастионом То есть, в момент опасности реальной Когда монастырь подвергался реальному нападению и риску быть захваченным Манахи могли перебраться в этот бастион и убрать этот навесной мост Но на самом деле это имело еще, конечно, понятный смысл Когда эти набеги совершались, они совершались с целью грабежа Поэтому это не было продолжительным Если удавалось все-таки ворваться в монастырь Ну, то есть, разграблялось то, что можно было разграбить И нападавшие уходили Поэтому это был хороший способ защиты Самого драгоценного Это главный храм монастыря Здесь тоже нужно разуваться? Здесь нужно разуваться по древней традиции, принятой на Востоке Обратите внимание, я не знаю Вот иконы наиболее почитаемых святых здесь в обители Это Моисей Мурин и те самые два брата римлянина, Максим и Домицы Церковные службы в Копском храме Отличаются от наших не только богословскими толкованиями Например, в больших храмах прихожане сидят на скамьях А в пещерных храмах прихожане запросто могут разместиться на полу Во время богослужения используются музыкальные инструменты кимвалу Это небольшие бронзовые тарелки, с помощью которых отбивают ритм Помните у апостола Павла Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею То я медь звенящая или кимвал звучащий Так вот, это про них сказано Звучат они и правда довольно звонко Уникальный момент застали хопское богослужение После литургии совершается пасхальный крестный ход Такой, но миниатюрный здесь Потому что это монастырь Дело в том, что в хопской церкви сохраняется древняя традиция Когда пасхальный период празднования Пасхи продолжалось до Вознесения Включая отсутствие поста в среду и пятницу в эти дни И все другие атрибуты, которые связаны с богослужебными особенностями и так далее И вот крестный ход, то, что у нас происходит на светлой седмице Здесь продолжается до Вознесения Как нам повезло, да, что застали на этот момент? Удивительно И мы можем поклониться мочам Моисея Мурина Мощи святого Моисея Мурина, который подвижался в этом монастыре И почой в этом монастыре отошел ко Господу И по традиции восточной, когда он скончался Его тело обернули в материю И положили в гробе, который тоже гроб, как в Палестине представлял из себя некое углубление в скале Некое подобие пещеры А потом, когда он был прославлен в леки святых Это обернутое в пелены тело извлекли и положили в храме Украсив дополнительными покрывалами И вот оно и лежит в храме Это уже сколько прошло столетий? Здесь, в пустынном монастыре Римлян, мы впервые узнали и об особенностях сохранения святых мощей В наших храмах и монастырях мощи, как правило, хранятся в специальных ковчегах-раках Копты сохраняют мощи по-другому В силу традиции и климата Святые мощи укутывают в ткань Теперь, в силу прогресса, к ткани добавились еще специальные пластиковые короба Здесь, в пустынных монастырях, прикасающихся к подлинной истории первых христианских святых Янис, давайте подойдем к еще одной святыне Небольшой храм, много святынь Храм небольшой, святынь очень много Вы, конечно, слышали о таком святом, как Арсений Великий Да, конечно Он тоже связан с этим монастырем Вы знаете, что он долгое время был чиновником, занимал высокие посты А потом решил уединиться для монашеской жизни И он пришел именно в этот монастырь, в Нитрийской пустыне И долгое время жил здесь неузнанным Никому не говорил, кто он Он очень скромно стоял все время на службе И вот за этой колонной, вот здесь вот молился Пока не было раскрыто, кто он На колонии написана колонна святого Арсения Вот его икона, икона Арсения Великого Ну, а с правой стороны икона основателя монастыря святого Макария Великого И мы с вами говорили о том, что коптские кресты имеют много типов И в этом монастыре как раз был тот человек, который придумал вот этот современный, современенный тип креста Вот посмотрите, здесь изображение самых разных типов крестов Но в каждом из них тоже элементы вот этой буквы Йота присутствуют То есть элементы имени Иисусова Янис, вот в самых старинных храмах коптских Ну, в первую очередь, конечно, в этих древних монастырях Нитрийской пустыни Мы увидим посреди храма вот такое углубление в мраморном полу Как вы думаете, для чего это использовалось? Понятия имею Это использовалось в Великий четверг для омовения ног Для чина омовения ног Который соблюдался игуменам и братьям Прообраз того, как Господь омыл ноги своим ученикам Янис, ну и, конечно, то, что мы с вами видели уже в более современных храмах Здесь вот в таком старинном-старинном варианте Это та же самая кафедра, с которой читалась Евангелие и произносилась проповедь Но здесь его... В деревянном исполнении, на одной такой колонне Но что-то подобное мы с вами видели в Каире Ну да, но там было 13, каменные Там были каменные, конечно, да Но здесь монастырь, здесь все просто Мы можем здесь увидеть еще одну уникальную вещь Старинную монашескую трапезу В монастырях египетских хранилась очень бережная традиция Которая связана с тем, что монашеская трапеза является продолжением молитвы В этой трапезной произошел случай, описанный Дмитрием Ростовским Когда, чтобы показать свое смирение, святой Арсений ел с пола брошенный ему хлеб И тогда прозорливый старец назвал его будущим великим подвижником А ведь тогда в монастыре никто и не подозревал, что святой Арсений умнейший человек своего времени Все время интересно ходить и смотреть, что где спрятано Потому что ходишь по заколкам, потом думаешь, здесь вроде был Потом нет, вроде здесь не был Ну это по всей видимости какое-то масло давильное Здесь видимо, ну да, пресс большой Клали маслины и из них выдавливали масло Спасибо Спасибо Интересно, это что такое? Какие-то глины, встроенные кувшины Ну, не знаю, наверное, какая-то емкость для воды Так, это что, заслоник с хоботом? Интересно, они поругаются? Ой, монахи! Ну, даже если поругаются, то на их языке я все равно не пойму Что за агрегат такой? Такое ощущение, что действительно слона напоминает этот хобот Ну это уже, видимо, какая-то такая рабочая штука Хотя, ну она механическая, поэтому я думаю, вряд ли я рукой своей что-то здесь как-то сдвину Но судя по тому, что хомут натянут, это, скорее всего, рабочая На всех этих инструментах, я думаю, работают монахи Работали когда-то давно Сейчас на каких-то других модернизированных вещах работают Ну что, мои дорогие, очень впечатляет Очень впечатляет этот монастырь Воистину божественное место, потому что Я не знаю, как вам объяснить Я... Вот, вы знаете, бывает, приезжаешь в место Ну, ты понимаешь, что здесь построено, все как-то вот оно Может быть, потому что это бывает, как правило, с новыми местами Которые еще не обжились, которые еще не намолены, как говорится Но вот это место, оно намолено, ты сюда приезжаешь И всеми фибром из своей души чувствую, что Сколько здесь звучало молитв Сколько здесь было святых Именно отсюда же началось вообще такое понятие, как монашество Никогда бы не подумал Что, приехав в Египет, узнаю столько вещей Мы продолжаем путь пилигрима по святой египетской земле А с вами прощаемся до новых встреч Пусть Господь оберегает ваши очаги Субтитры создавал DimaTorzok